Приветствую тебя зрители, меня зовут Деквин и в этом видео я хотел бы рассказать о своих впечатлениях от первого дополнения к игре Elden Ring Shadows of the Earth 3. Сразу обозначу то, о чем я хочу рассказать в этом обзоре. Во-первых, это одно из дополнений, что вполне может считаться самостоятельной игрой. Во-вторых, художникам, которые работали над этой игрой, надо ставить памятник при жизни. В-третьих, дизайнерам, которые создавали мир, надо надавать по шапке. Четвертое, боссы мне понравились еще меньше, чем в оригинальной игре. Последнее, слухи о сложности дополнения сильно преувеличены. Ну а теперь подробности. С выпуском дополнения Междуземье приросло не просто парой локаций где-то около основного материка. Доточные фанаты наложили карту дополнения на карту Междуземья в оригинальной игре. Получилось красиво. Земли Shadow of the Earth Tree занимают как раз центральную часть карты оригинальной игры. В самом оригинале там океан. Что еще по цифрам. 80 боссов, из которых 8 обязательных к прохождению, еще с десяток опциональные, но при этом не менее сложные. Новые враги, новое оружие, доспехи и прочий контент. На прохождение сюжета нужно около 25 часов, а если заморачиваться на всякие побочные активности, то все 56. Как по мне, все это еще говорит о простом факте. Это дополнение вполне бы потянуло на Tidal Elden Ring 2. Для игры в открытом мире даже по нынешним меркам 50 часов это довольно много. Еще один аргумент к пользу этого утверждения. Мир Shadow of the Earth Tree заметно отличается от Междуземья. Прежде чем развить эту тему, немного о мире оригинальной игры. Dark Souls, Sekiro, Bloodborne. Что объединяет эти игры? Да, понятное дело, что все они созданы from software, но что еще? Миры этих игр. Все они пребывают в периоде глубокого упадка, в котором тлен плоти заменил жизнь, оставшиеся в живых безумцев трудно назвать людьми, тени былого величия снаружи все еще выглядят монументально, но на камнях уже проступают знаки медленного разрушения. А редкие островки красоты вызывают печаль, а не успокоение. В чем вызвана эта пара, где во второе? Очередная война на взаимное уничтожение, баловство силами за пределами понимания или нам просто не повезло попасть во времена Великих Перемен. Междуземье не является исключением. Тут как раз тот случай, когда дело происходит в период упадка после Великих Перемен, Войн Раскола. При этом мир Междуземья это не Вордран из Дарксоулс 3, где тлен и безнадега на каждом углу, и не опустошенные Ярнам из Бладбора. Этот мир полон вполне нормальной жизни, и здесь есть густые леса, широкие равнины, по которым бегают дикие звери. В замках стоят гарнизоны, а по дорогам ездят патрули из вполне нормальных солдат-людей. Да, всюду есть знаки, что что-то не так в датском королевстве, но в целом Междуземья не производит впечатление кладбище, которое соседствует с друдомом. Попав в начальную локацию, я ощутил вайбы Дарксоулс 3. Огромное кладбище с призрачными могильными камнями, а на горизонте плавающие древо Эрт. Междуземью древье было источающим сияние маяком, по крайней мере в первой половине игры, который воспринимался как символ жизни, и даже при том, что всяких зомбей там хватало, этот мир не воспринимался как тот, на который опрокинули могильную плиту. А тут снова пепелища и руины. Что еще? Попав в мир тени древа Эрт, вы по сути начинаете новую игру. Да, эти самые пресловутые щепки древа и осколки, которые бафают персонажа и духов. Поскольку у меня было несколько сейвов игры, то чтобы не заниматься перепрохождением, я достал из загашника сейв, сделанный сразу после завершения первого прохождения, где Мог был уже убит, и все, что требовалось, это телепортнуться в Мавзолей. И вот перекачанный персонаж 187 уровня с реками крови врывается в новый контент с твердым убеждением в том, что вынесет тут сейчас все с полпинка. Первое подозрение закралось после того, как огненного великана удалось только чуть-чуть поцарапать. Ну ладно, все-таки великан. А вот попав в Белурат, боль и унижение пришлось испытать в полной мере. В каком-то смысле здесь приходится качаться с нуля, собирая те самые щепки и осколки. Впрочем, к сложности мы еще вернемся, дальше я хотел сказать еще пару слов о мире игры. Когда пару лет назад я делал свой первый обзор на Elden Ring, то понял, что, скорее всего, это главное, что привлекает меня в игре. Мир между землями. Несмотря на то, что фэнтезийные игровые миры мне порядком приелись, тут From Software удалось меня удивить. Мрачные готические замки и циклопические руины, наполненные мистикой подземные и парящие в облаках города, а разнообразие биомов, от густых лесов и туманных болот до заснеженных плоскогорий. По этому обширному миру бродят фантасмагорические существа, которые иногда кажутся сошедшими с картины Эренима Босха и Сальвадора Дали. Честно говоря, я так и не понял, почему для этой игры до сих пор не запилили официальный фотомод. Приходится пользоваться неофициальным. Дополнение в этом плане не подкачало и выглядит не менее величественно. Что бросается в глаза, это более значительный разброс по высотам. Мир оригинальной игры был более, скажем так, плоским. Здесь разница в высотах и парящие в небе островки с древними руинами, глубокие пропасти и ущелья усиливают впечатление от мира. Самым завораживающим местом во всей игре, на мой взгляд, является замок Энира Элим. Как я уже сказал в самом начале, художники очень постарались и визуальный ряд это 12 из 10, как говорил один классик. А вот за дизайн мира надо надавать по шапке. Эксплоринг в играх с открытым миром это один из важных аспектов игры и некоторым, таким как мне, например, нравится именно сам процесс виртуального туризма. И вот здесь Миядзаки со товарищи придумали отдельный вид издевательства над игроком. Смотришь на карту и там вроде не так далеко от одного места до другого. Прибываешь на место и находишь или стенку, или пропасть. Как добраться на ту сторону? Иногда какими-то настолько окольными путями, что начинаешь задумываться, о что дизайнеры употребляли. И главное, зачем все так усложнять? Нет, я не спорю, есть отдельная категория игроков, которая и от этого будет кайфовать. Я сам в свое время лазил во всякие закрытые локации в Азероте, до которых надо было чуть ли не за текстуры цепляться. Но я это делал, когда мне надоедали обычные активности в период, когда я ждал нового контента. Мне не надо было с лупой искать каких-то там замаскированных в кустах входов тоннелей и бежать с запутанными тропками, занимаясь платформингом. Больше всего раздражались загадки, которые открывали доступ к локациям. Но вот как догадаться, что тут фальш-стена, в которую надо тыкнуть мечом? Или вот около этой статуи сделать определенный жест, и тогда откроется тайный проход? Подобные вещи надо делать для всяких супер-пупер заклинаний или оружия, то есть вознаграждать игрока за очень дополнительные усилия. Но никак не делать из этого способ перемещения и открытия доступа в локации. Второй недостаток, о котором стоит сказать, неравномерная плотность местного населения. В самом начале игры я свернул в Белурат. Так местных жителей, вернее того, что там осталось, было настолько много, что через кварталы приходилось прорываться, превозмогаясь последних сил. Начало игры я пока еще мало собрал, и мобы ломывали по полной. Причем локация-то не очень большая, а вот древние руины Рауха как раз наоборот. Огромная и, кстати, очень красивая локация, но полупустая. Та же история и с плоскогорием на севере, и с зубчатым пиком на юге. Несколько боссов, несколько паков мобов, но больше ничего. Делать там нечего. Так, ладно, хватит про мир игры, что с геймплей. Вернее, с той самой пресловутой сложностью. По первым отзывам игроков, сложность дополнения зашкаливала, даже при общем признании факта того, что игры жанра сложны по определению. Могу подтвердить, что таки да, в начале дополнения было нелегко. Причем даже не с боссами, а некоторыми элитными мобами, которые крутили такие комбо, что окна, куда можно всунуть контратаку, практически не было. Да, такое было, но все решилось сбором щепок древа, и уже первый босс, танцующий лев, не вызвал особых проблем и отлетел с пятой попытки. Как и золотой гиппопотам. Как, в общем-то, и Лилан. Я с удивлением посмотрел ролик, в котором ютубер с очень большой аудиторией убил ее после шестерца попыток. А еще прочитал новость о том, что еще один ютубер потратил 60 часов на финального босса дополнения. Да, я знаю, что сообщество игроков в соузлайке довольно специфичное. Пару лет назад я сделал ролик по игре, и в комментариях мне рассказали, что я неправильно играю. Что гайдов читать нельзя, что реки крови это слишком сильное оружие. Настоящие игроки с ним не бегают. Что с мимиком бить боссов это плохой тон. Короче говоря, панамку там накидали. Равно и набросали правил, по которым играют трушные фанаты соузов. Да, но это не главное. Главное то, что эти комментарии подтвердили главную тему того ролика. Баланс в Элден Ринг поломан. Это не секира, в котором перекачаться не получится, или достать убер пушку. В Элден Ринг хватает возможности сделать свою игру легкой прогулкой. Поэтому все эти разговоры о запредельные сложности это все ерунда. Да, на первых порах, может быть, вас и будут возить физиономией по асфальту. Но после того, как вы наберете щепок, большая часть игры особой сложности не представит. Я, честно говоря, даже билд не менял и пробегал большую часть времени с реками крови. Из нового оружия и самого дополнения пробовал Backhand Blade и Close of the Night. А билд менял только для прохождения Родана, потому как его проще было танковать, чем вокруг него прыгать. Что до боссов, то я был несколько разочарован. А на мой субъективный взгляд, боссы в Элден Ринг менее интересны, чем боссы Секира, Арморед Ко-4 и даже Стевар Блейд. Чудище Обла, Огромно, Озорно, Стазевно и Лайай. Хаотично прыгающие туши, размахивающие чем попало. Что особенно не понравилось, так как то, что несколько боссов тупо чаржатся в самом начале боя. Прошел ты такой через туман, а через 3 секунды в тебя на полной скорости влетает локомотив, сбивает с ног и потом начинает тупо долбить около входа. Золотой Гиппопотам, Мессмерковый Сажатель, Бейл, Родан. Все они начинают бой именно так. Как по мне, совершенно дурацкое дизайнерское решение, которое только раздражает. Из всего того, что мне встретилось, понравились только Мессмерковый Сажатель, Мидра и Аватар Древа Эрд. Финальный босс, воскрешенный Родан, которого уже окрестили Сааном, сложным боссом соузлайков всех времен и народов, не впечатлил. Я увидел все тот же топорный дизайн, который был и в элитных мобах и других боссах. Родан тупо прет на тебя, практически беспрерывно нанося серии ударов, не давая опомниться. На второй фазе АОЕ бьет по такой площади, что надо бежать на другой конец стадиона, а особого разнообразия атак нет, все движения Родана легко считываются. При этом со стороны игрока все сводится к тому, чтобы блокировать атаки Родана и время от времени тыкать в него палкой, а также смываться, когда он кастует то самое АОЕ. Честно говоря, мне больше понравился сам процесс подготовки к боссу и тестирования разных билдов. Пришлось сбегать в оригинальную игру за щитом и парой танковых амулетов, подкачать уровни 20 и повозиться несколько часов, но я не увидел тут самого сложного босса от FromSoftware. Тот же Исин или Филин Отец всекают куда как более мощно. Подведем итог. Да, по объему контента дополнение тянет на полноценную игру. Нет, это не лучшее дополнение к основной игре, которое когда-либо было выпущено. Да, контента много и мир получился завораживающим, прекрасным и отвратительным одновременно, его интересно исследовать и награды за исследования весьма неплохие. Нет, эксплоринг тут далек от совершенства и переусложнен, что иногда превращает путешествия по миру в головоломку. Да, на первых порах вы будете получать по физиономии от местного населения. И нет, это дополнение не вывело сложность соус-лайков на новый уровень. Стоит ли покупать и играть? Если вам нравится Elden Ring, то однозначно да. 50-60 часов атмосферного путешествия вам обеспечено. Собственно, это все, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну и, конечно, спасибо вам за внимание. С вами был Деквин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok